здравствуйте дорогие друзья сегодня среда 10 июня и вы слушаете и смотрите 10 прошу прощения 20 выпуск программы утренний соловей москве прекрасная погода я надеюсь у вас она не хуже лето вступила в свои права в полном смысле и как и предупреждала дорогая редакцию моем лице аккурат ко дню россии 12 июня российская власть рапортует согражданам и соотечественникам о том что непреклонной волей нашего президента и нашей власти опаснейший коронавирус повержен более того он не просто повержен наша медицина оптимизирована так от замечательно так отлично а наше здравоохранение и санитарная система управляется столь блестяще что несмотря на большое число инфицированных россия где-то сейчас на третьем четвертом месте в мире смертность в россии в среднем всем раз ниже чем других странах но это ли не основание для словословия и хвалы в честь дорогой партии правительства и лично товарища дальше промолчим да так вот эти самые фразы обещания и уверения вы будете слышать уже слышите ровно от того человека который свое время обещал не проводить пенсионную реформу и обещал не умножать число президентских сроков пребывания во власти сверх необходимого выше двух поэтому пожалуйста отнеситесь к этим заявлениям о победе над коронавирусом ровно таким же образом как вы отнеслись к обещаниям не проводить пенсионную реформу и не увеличивать число сроков пребывания у власти скажу так нам с вами очень повезет если сейчас в июне и июле установится в россии жаркая сухая погода и это дает надежду на то что вирус на время начнет засыпать а вот сентябре октябре может начаться я говорю обратите внимание может не не обязательно начнется массовая вакцинация групп риска потому что по официальным заявлениям и по неофициальным сведениям прототипы вакцины уже разработаны и довольно успешно тестируются насчет вакцинирования понятно что она будет добровольно обязательным в россии как всегда в таких случаях скажем если вы учителя работаете в детских садах в местах связанных с пребыванием среди скопления людей то вас просто будут вынуждать проводить проходить эту вакцинацию в противном случае не допустят к работе по крайней мере так обычно стимулирует прохождению вакцинации общества в российской федерации но но сразу оговорюсь что не исключено что по политическим мотивам а эти мотивы довольно весомые как раз в аккурат к началу осени нам объявят о том что вирус вернулся в россию началась очередная уже не знаю какая она будет по счету вторая или третья волна эпидемии поэтому снова будут изоляционные мероприятия ну и тогда вопрос с вакциной как-то отойдет на второй план потому что нельзя одновременно пугать людей заставлять их сидеть дома при этом их вакцинировать поэтому пожалуйста никто нас нашей стране не защищает кроме нас самих чтобы нам сейчас не говорила власть чтобы вы не слышали от нее пожалуйста будьте бдительны и осторожны по-прежнему сохраняйте меры безопасности ну естественно не выходя за пределы здравосмыслы потому что бессмысленно ходить по улице в маске и в перчатках вот такую теплую летнюю погоду и постарайтесь если у вас есть такая возможность хотя бы немножко отдохнуть хотя бы минуточку урвать от лета это важно и после довольно тяжелого пережитого нашего нами времени еще ввиду того что нас ожидает еще более тяжелое время я вам могу сказать без обиняков что осенью будет горячей зима будет тоже горячей и нас с вами ожидают более серьезные испытания потрясения чем те которые мы пережили я понимаю что большинство наших людей вряд ли в состоянии позволить себе какой-то полноценный тем паче длительный отдых поэтому они могут воспользоваться советом осетинского блогера моего коллеги знакомого алана мамеева он говорит копайте картошку запасайте на осень и на зиму провизию в общем то что можете запасти запасается но все же я вас очень прошу предоставьте хотя бы детям возможность отдохнуть это чрезвычайно важно и если появится шанс для себя урвите все-таки не зря сказано летом а это маленькая жизнь в россии к сожалению ли это обычно бывает коротким страна у нас северная и нам не хватает солнца тепла солнечного света завершение режима изоляции снова силой возобновить те проблемы которые на время были отсрочены потому что мы вовлеклись в другие вот одна из этих проблем о которой мне часто задают вопрос это ипотечные кредиты и просто потребительское кредитование это вот кабала которую сотни тысяч и миллионы наших сограждан надели себе на шею я сразу скажу нет хорошей жизни на деле потому что ситуацию очень многих вынудила как с ней быть или говоря без обидняков вопрос формулируется так я не могу выплачивать ипотеку и кредит я получаю очень много таких писем значит как мне поступить здесь вопрос к вашему психотипу вот есть люди я немало знаю таких я сам отношусь к их числу которые органически не могут иметь долгов если они что-то взяли у кого-то в долг не дай бог они вообще избегают брать долг в том числе у банка то они стараются при первой возможности вернуть но я вам скажу так что с точки зрения здравого смысла вот и с точки зрения ситуации такая стратегия поскорее выплачивать долги она не очень рационально что рациональное поведение она состоит в том чтобы правильно определить приоритеты исходя из имеющихся ресурсов какой у нас с вами главный приоритет это наша семья и наши дети это главный приоритет и первое на что мы должны тратить свои ресурсы это на них на то чтобы они были сыты чтобы они были по возможности одеты и чтобы они были защищены все остальное интересы банка интересы банковской корпорации интересы кредитной организации извините все второе все это во второй счет во вторую очередь более того помните пожалуйста я понимаю что у вас есть очень сильные опасения коллекторские агентства давление банков если один человек из ста не выплачивает кредиты это проблема человека если 10 человек не выплачивает кредиты это проблема из 100 коллекторского агентства если 30 или 40 это уже проблема банка и проблема государства короче у нас есть возможность превратить наши проблемы мы считаем что они наши на самом деле они не вполне наши это проблема общенациональной государственной превратить в проблему государства и потребовать чтобы государство приняло участие в решении тех вопросов которые для нас сейчас выглядят неразрешимыми что для этого надо сделать для этого надо создавать сети взаимопомощи солидарности то есть объединяться и выдвигать совместные коллективные требования то есть защищать свои интересы вместе этому надо учиться защищать их публично и вместе выдвигать требования пожалуйста помните сейчас три вещи это очень важные вещи в россии власть считалась считается и будет считаться только с теми кто готов защищать свои интересы только с теми кто сопротивляется чем активнее интенсивнее и массовые сопротивления тем больше шансов у него на успех вторая вещь помните что нас с вами лишили всего доля в национальном богатстве наших вкладов нас обкрадывали не раз нас лишили прошлого и нас наших детей лишили будущее у нас забрали все у нас ничего нет поэтому когда мы требуем что-то вернуть или по крайней мере перестать насиловать миллионы людей да то это борьба справедливо и законно это борьба даже не за дивиденды не за деньги это борьба просто напросто за выживание и за минимальное человеческое достоинство и третье борьба о которой говорю может быть вполне безопасной если она массовой поэтому я сказал об организации и если она публично чем больше людей объединяется чем больше они сообщают друг другу о своей борьбе они могут объединиться в комитеты защиты вкладчиков дольщиков ипотечников как угодно это назовите в любом случае это форма солидарности это форма объединения и чем больше людей об этом знают людей а также средств массовой информации блогеров тем больше шансов на успех какие могут быть конкретно форма ну из тех которые очень легко существует вы пишете заявление в банк хотите в управляющую организацию о том что вы не можете более по таким-то таким-то причинам а может быть и без указания причин выплачивать кредиты оплачивать ипотеку и даже выплачивать оплачивать жилищно-коммунальные услуги представьте себе теперь появление десятков тысяч сотен тысяч и миллионов таких заявлений государство вынуждено будет вмешаться и отнюдь не против вас поверьте государство очень боится людей она пытается нас бить по одиночке но как только мы начинаем объединяться государство тут же начинает за вынуждена вынуждена защищать наши интересы вот пожалуйста пример который находится у нас перед глазами пресловутые общенародное голосование по поводу поправок конституции намеченной на 1 июля вы знаете прекрасно что есть две позиции одна позиция это прийти проголосовать против я придерживаюсь этой позиции вторая позиция не очень понятна и уважаемая это не идти не голосовать потому что это неприличное и беззаконное мероприятие я предлагаю сторонникам бойкота они очень много говорят о том что бойкот это активный бойкот что это не просто не участие в выборах это активный бойкот я предлагаю им форму активности как она может выглядеть на сайте центр сберкома есть форма обращения центр сберком вы можете в этой форме вписать письмо прошу принять к сведению мой отказ от участия в голосовании 1 июля по поправкам конституции в связи с тем а далее в зависимости от вашей фантазии от вашего знания русского языка и от степени вашего гнева формулируйте свою причину а кстати эту мне идею под посоветовал как раз очень достойный джентльмен из екатеринбурга он это опробовал у себя в уике не в этот раз а несколько ранее и под подал заявление в уик и заявление зарегистрировали значит вы отправляете такое заявление через сайт центра сберкома в цик и придаете в его публичности вывешиваете скриншот этого объявления у себя на страничке в аккаунте в социальных сетях и говорите я сторонник активного бойкота более того я очень надеюсь на то что те политические общественные деятели которые выступают сторонниками бойкота это навальный это розман это лидеры партии яблок это лидеры партии парнас они подадут пример такому активному бойкоту они сами заполнят эти формы на сайте центра сберкома и укажут что не отказывается от участия в голосовании и тем самым они положат начало общенациональному флешмобу вот это я понимаю будет активный общенациональный бойкот ну а я с группой друзей с группой сторонников солидаризую с теми кто говорит если вы хотите чего-то добиться в россии идите и добивайтесь а мы будем добиваться придя и сказав нет а сейчас для примирения с действительностью несколько слова с синяки добродетель разделяется на две части на созерцание истинные поступки созерцать учит образование действовать получение правильные поступки упражняют и обновь и обнаруживает добродетель если убеждающий поступить так полезен тебе то полезен будут и получающие тебя и так если правильно поступать необходимо для добродетели а как поступать правильно указывает поучение стало быть и оно необходимо две вещи больше всего укрепляют дух вера в истину вера в себя истина и правда сейчас на нашей стороне нам надо добиться только вера в себя вера себя мы можем добиться только действиями только организованным коллективным действием в защиту собственных интересов спасибо большое за то что вы были со мной а я остаюсь с вами берегите себя своих родных и близких и до новых встреч